всем привет друзья мы приехали опять на рынок тут есть там в магазин семена сейчас зайдем купим какое-то удобрение и с этой стороны громаднейшая барахолка а я их люблю сейчас мы пройдемся посмотрим вот так и вот мы только что ехали видели уже клубника по 50 гривен с этой стороны а мы с маринкой брали вот такую огромную говорили гигантелла он как-то сорт по-другому назвал в общем такая была по 80 сейчас посмотрим почем она здесь ну и пройдемся вот так посмотрим что и как продают люди это не на рынке это за рынком то мы когда покупали пельменицу это мы были с той стороны а сейчас пройдем с этой стороны так что ну посмотрим в общем просто сейчас посмотрим так ну да ну да и все есть хорошо хочешь ваню все дома нет когда и бокальчик по 5 по 6 каратэ ушу все что хочешь вот грабли есть надо тяпочку купить да посмотреть знаете вот так проходишь по барахолке и кажется что столько ненужных вещей а при этом потом думаешь ну вот мы искали да это хорошее а почем большую большущая это новенькие да но это большая сильно широкая надо чуть поменьше но это новая нет это просто скупает а потом продают вот так же идешь по рынку и думаешь сколько ненужных сколько ненужных вещей а потом же думаешь а вот такие люди как и мы вот идут и именно ищут определенную для себя вещь и как раз вот эти ну кто говорит блоши на рынке кто говорит барахолка как раз на вот такой барахолке можно найти то что ты никогда не найдешь на рынке на на рынке или в магазине потому что его его или давно или давно не выпускают какая красота или это не просто его уже нету так что не в том что будет еще много маленьких прикольно ключей сколько старых ключей у это поменьше толстая сильно будет тупая не хочу ну там же некоторые делают поняла из пилы и тогда она острая даже если ее нет не точить потому что она из тоненького металла а это такой толстый металлом три секунды и затупится еще и еще вот такая штучка мне пригодилась до мотоблок ну вот и все вот и вся барахолочка это уже антиквариат это магазинчик это с магазинчика разложились вот типа вот такой маленькой вот видишь тоненький металл вот это прям классная а почем такая дедушка увидишь поэтому она и дорогая а держать и почем сейчас мы пройдемся по рынку чтобы не носить спасибо спасибо красота а да да и тут барахолочка ну да хорошая тяпочка но как-то дорого уже не стал дедушке говорить но реально ну хотя такую купишь и она будет целая когда купишь в магазине новенькую вот эту клёпаную за секунду за секунду ну да не хочу 200 260 гривен отдавать не хочу ключи секреты 100 летние кабеля да зачем одна есть это так вот когда в тот момент когда ваня когда ваня просит тогда она кажется что нужно а так это лишняя трата денег ну все тут барахолка закончилась а это видишь было он леской косят а это можно вот такую уже пластмаску прицепить на мотокосу на мотокосу пошли клубнику смотреть мы сейчас пройдем по овощному ряду с другой стороны рынка там нам писали в комментариях что там дешевле намного сейчас посмотрим типа там люди свое вывозят и и нет перекупщиков я не знаю но это видишь точно уже своя пахнет пахнет вот это такая как у хозяйки по 70 да вот так да видишь тут домашние да по 55 красивая иногда такая ммм глянь уже шпанка поспела ты видишь и желтая черешня а это шел чесночина что ли а что то такой лук или чеснок то и что с ним делать такой красивый а типа литебное красиво Все подряд, у кого все есть, тот и продает, да? Не знаю, вот в тенек попрятались А это что, семечки, огурцы Вот видишь, это точно уже домашние продают А вот тут мы проезжали, а тут какая-то громадная очередь Сейчас посмотрим, что тут продают Вот яблоки моченые Чугуевский район Чугуевский район, да А почем огурцы? Ага, спасибо Огурцы 45 и яблоки моченые Красивые Почем? Почем такая? А это откуда? Это сорт или откуда-то? Не, наверное, откуда-то это местная Красивая, крупная, чистая, да? Да Хочешь? Или еще пройдем? Давай назад Давай еще прогуляемся Давай в рынок зайдем, да? Дальше, а там уже нет Наверное Там уже нет Надо вот туда зайти в этот В рынок Я, друзья, я не ем Да А, наверное Наверное, я не знаю Я не ем черешню Потому что она вся червивая Всегда А почем горох? По 120 гривен Никак горох не дешевеет Ты там сидишь? По 20? Да Такая же, да? Нет? Там была другая Такая же Спасибо Там была по 55 Там была большая Да Вот, видишь Это типа такой домашний Все Наверное Ой, кабачок по 40 уже А нет, по 50 Кабачок подорожал Непонятно что Был дешевле, дешевле Там хоп и стал дорогой Вон, крупная Ты видишь? А мы сюда не ходили, да? Нет Тут вообще Тут Ой Ой Камбикарма А птицы нету Я не знаю Надо пройтись будет Так как и абрикосы Или только абрикосы, да? Это вот эти А по чем абрикосы? 125 на 45 миллионов Красивый Ага, это меньше Что дальше? Это ко мне, да? Горы всего Ты видишь? Это ваши кабачки Скажи, на том По 60 Подешевели По 60, Лень Надо взять, да? А были вообще вот за 100 Буквально сколько? 5 дней назад, да? Мы на той неделе были 120 Напополам подешевели Сколько Сколько тут народа И правда Я вообще не пойму Куда это мы попали Я вообще не пойму Мы тут ни разу не были Ни разу Вот подписка Опять такая же громадная 45 45 45 И эти помидоры 645 Ага Нормально или нет? 6-6 7-1 4-5 Вот подписка Опять такая же Глянь Не Думаешь? Ой Да? А ну пошли туда В следующий ряд Короче, ребята Это мы Так же и ходим На центральном рынке Только мы тут не были Мы были вот там Подкрытым А сюда? А сюда и не заходили Да, а вот тут все Вот она какая красивая Пробуем Не оброблено ничего Можно детка Можно Пробуйте, девочки Попробуйте Не знаю А типа нельзя спрашивать Здрасте Рынок же на то и есть Марина не любит спрашивать Она если подошла То значит Надо взять Так я же не цену спрашивал Ничего Просто на нее посмотрел Вот горох домашний Нет? Ну да Это Это уже у всех Тут домашнее Видишь Это уже Средина июня Вон курочки домашние Не хочешь домашние? А у нас еще есть мясо, да? Конечно А тут я так понял Птицы нету На этом рынке Все Мы уже все прошли Пошли назад за клубникой Вот так выглядит Центральный рынок А по чем горох? По 30 Баночка, да? Да Пробуйте Любой Молоденький же, да? Не хочешь? Давай возьмем баночку Дай 30 гривен Молоденький Видишь какой хороший Сколько денег? 30 гривен У меня даже есть Дай здесь лучше Спасибо Спасибо большое Ты посмотри Сколько им Уже год Прошлогодние Прошлогодние Вот Отлично Вот куда надо идти, да? Так а что уже? Уже смысл им покупать издалека Если она уже вся домашняя Давай найдем большую Я же говорю Мы вчера брали Вот такую Прям огромную Туда сходим, да? Ну пошли А брикошку Не хочешь? А брикошку? Нет? Потом возьмем Несколько дней Еще подождем, да? Да Через несколько дней Будет по 80 Я не знаю Но все равно Средина Средина июня Уже даже А цены на овощи Максимально дорогие Все, мы вернулись назад А почем такая? Хочешь такую? Пойдем туда Марина говорит Когда ей отвечают Женщина Попробуйте Она сразу уходит Почему? Некоторым тяжело сказать Девушка А я не Ну да Она девушка А ты женщина Хоть и большая Потеряла клиента И так уже несколько раз было Тебе когда говорят Женщина Ты не хочешь У них брать ничего До свидания Да? Становится Нет, еще много Хватит всем Много у них Можно попробовать Маленькую, да? Такое красивенькое Сладкое Сладкое, да? И мы только что прошли Весь ряд Вот это самое красивое По дешевой цене Правда Килограмм Килограмм На 50 гривен У нас нету А копейки тебе добыли Не? Да есть Ну их надо искать Ну у тебя 2 гривни Да? И копейку Вот и будет килограмм А я выкинул его А я выкинул А я выкинул Красота А я нашла 55 гривен Обработать А как красавица Ну не могу Какая красота Правда Смотри какая красота Вот это то что надо Нет 100 гривен Возьми более Смотри какая Только собранная Минуту назад А вентиляция Не знаю 65 гривен Вентиляция Не знаю 55 гривен Да 65 гривен А 65 Не хоть больше Хватит да? Вентиляция Промазала Крупненькая Вот такая тебе Красота Красивенная спасибо красивенная какая-то все потому что она на соломе поняла междурядка междурядка посажена и обложена замульчирована соломкой кило 200 красота в общем зашли на только что магазин это магазин семян и купили горную кислоту купил вот еще гумат это для овощей деревьев и кустов это удобрение тоже просто купил на вот эти огурчики которые пожелтели хилатин железо и и вот еще купил антистресс для помидор которые у нас просто скоро пропадут тоже обработаю тут написано по листу можно и для к под корень можно и по листу это на ведро просто уже по мокрой земле по обрабатываю и все так что вот так ребят все поехали мы домой вечером обязательно съездим на дом и посмотрим на нашу рассаду всем пока